Тема моего доклада «Физика ЗТМВ». Это в конце все будет ясно. В качестве предварительного замечания хочу сказать, что, как вы знаете, в классической физике гравитационное поле связано с массой. Есть масса, есть гравитационное поле. Нет массы, нет гравитационного поля. В данном докладе гравитационное поле рассматривается независимо от массы, а масса независима от гравитационного поля. Поэтому в данном докладе гравитационное поле является синонимом эфира. Когда я буду говорить о гравитационном поле, то по вашему желанию можете подразумевать эфир. На данном этапе много физических явлений в природе связаны с гравитацией, объясняются на основе физики Ньютона. Однако существует ряд вопросов, которые не могут быть объяснены с точки зрения классической физики. Откуда берется термическая энергия у звезд? Почему ядра планет горячие? Какое соотношение между потенциальной энергией и термической энергией массы в любой точке внутри массы? Что является средой распространения электромагнитного поля? Почему масса ускоряется, когда к ней приложена постоянная сила? Почему масса движется по инерции? С какой максимальной скоростью может двигаться по инерции данная масса? В данном докладе рассматривается этот вопрос со следующих точек зрения. Существование гравитационного поля независимо от массы и масса независимо от гравитационного поля. В пространстве, где нет гравитационного поля, скорость движения массы прямо пропорциональна силе и обратно пропорциональной массе. ВФ равно ЗМВ, где З – коэффициент пропорциональности. Поэтому данная физика названа физикой ЗМВ. В пространстве, где есть гравитационное поле, существует сильное энергетическое взаимодействие между телами. Тела с большей термической энергией передают часть своей термической энергии телам с меньшей термической энергией путем электромагнитного излучения. Средой распространения электромагнитного излучения является гравитационное поле. Гравитационное поле – это энергетическое поле, которое проникает через все пространство и сквозь все тела. Оно распространяется из центра Вселенной к ее периферии. Вместе с ним в том же направлении движутся тела Вселенной с разной скоростью в зависимости от их массы. Вселенная расширяется благодаря расширению гравитационного поля. На данном этапе неизвестно, что является источником гравитационного поля, откуда оно появилось в пространстве, а также неизвестно происхождение массы, откуда оно появилось в пространстве. На данном этапе мы можем только предполагать, что первое, гравитационное поле существует независимо от массы, а масса существует независимо от гравитационного поля. Второе. Гравитационное поле является однородным там, где нет массы. Эти предположения являются основой физики ZMV. Неоднородное гравитационное поле, всемирное сжатие. Допустим, имеется сферическое тело массой М и радиусом РМ в пространстве, где есть однородное гравитационное поле с энергией Е. Отмечаем, что Е — энергия гравитационного поля, который входит в массу. Ем штрих — энергия гравитационного поля, который выходит из массы на расстоянии РМ от центра массы. Вот этот рисунок. Когда гравитационное поле пронизывает массу, энергия гравитационного поля уменьшается от величины Е до величины Ем штрих. Вокруг массы образуются деформированные гравитационные поля с энергией равной разности между энергиями гравитационного поля, который входит в массу и который выходит из массы в противоположных направлениях на расстоянии РМ от центра массы и направлено в сторону центра массы. Таким образом, масса деформирует гравитационное поле. Энергия равной разности между энергией гравитационного поля, который входит и выходит из массы, в противоположных направлениях прямо пропорционально потенциальной энергии гравитационного поля, деформированного массой на расстоянии РМ от центра массы, то есть на поверхности массы, и направлено в сторону центра массы. Потенциальная энергия гравитационного поля, деформируемого массой на расстоянии РМ от центра массы, прямо пропорциональная разность энергии гравитационного поля, которая входит и выходит из массы в противоположенных направлениях и направлена к центру массы. Потенциальная энергия гравитационного поля, деформируемого массой, сжимает массу. Сжимание массы гравитационным полем, деформируемым массой, называется всемирное сжатие. В классической физике всемирное сжатие называется всемирное тяготение. Всемирное сжатие – это результат действия потенциальной энергии гравитационного поля, появившейся из-за деформации гравитационного поля массы. Потенциальная энергия гравитационного поля и термическая энергия массы. Энергия равной разности между энергией гравитационного поля, которая входит в массу, и энергией гравитационного поля, которая выходит из массы в противоположных направлениях на расстоянии АРМ от центра массы, называется падением энергии гравитационного поля в данной массе и равна Е-Ем штрих. Падение энергии гравитационного поля в массы превращается в потенциальную энергию ЕП гравитационного поля, деформируемую массой, и в термическую энергию массы, полученную от гравитационного поля при его прохождении через массу. ЕП плюс ЕТ равно Е минус Ем штрих. ЕП плюс ЕТ равно Е минус Ем штрих. В любой точке внутри массы... Нет. В данном пространстве, для данной массы, падение энергии гравитационного поля является постоянной величиной. То есть Е минус Ем штрих равно постоянной величиной. Тогда и ЕП плюс ЕТ равно постоянной величиной. В любой точке внутри массы сумма потенциальной энергии гравитационного поля, деформируемой массой, и термической энергии массы, полученной от гравитационного поля при его прохождении через массу, является постоянной величиной для данной массы в данном гравитационном поле. В центре массы R равно 0, где потенциальная энергия гравитационного поля равна 0, а термическая энергия массы имеет максимальную величину, равную падению энергии гравитационного поля в данной массе. Вот в центре массы R равно 0, EP равно 0. На поверхности массы потенциальная энергия гравитационного поля имеет максимальную величину, равную падению энергии гравитационного поля в данной массе, а термическая энергия массы равна 0. Вот, на поверхности массы. Потенциальная энергия гравитационного поля на поверхности массы равна термической энергии массы в центре массы. Вот ЕП, когда Р равно РН, равно ЕТ, когда Р равно нулю. Если уменьшать массу, то энергия гравитационного поля на выходе из массы увеличивается и стремится к энергии гравитационного поля Е, а падение энергии гравитационного поля уменьшается и стремится к нулю. Если увеличить массу, энергия гравитационного поля на выходе из массы уменьшается и стремится к нулю. А падение энергии гравитационного поля увеличивается и стремится к энергии гравитационного поля Е, максимально возможная величина. Если М стремится к МС, то ЕМ' стремится к нулю, а сумма ЕП плюс ЕТ стремится к энергии гравитационного поля Е, максимально возможная величина. где mc — критическая масса, это масса, для которой ем штрих равно нулю. Энергия гравитационного поля в массе преобразуется в потенциальную энергию гравитационного поля и в термическую энергию массы, то есть масса является трансформатором энергии. Термическая энергия массы и частота излучения в максимуме термической энергии массы прямо пропорциональна массе. Для определенного количества массы частота в максимуме термической энергии массы попадает в область частоты электромагнитного поля, чувствительны к глазу человека. Тела с такой массой называются звездами. Если еще увеличить массу, то при определенной массе энергия гравитационного поля на выходе из массы становится равной нулю. А падение энергии гравитационного поля при проникании в такую массу равна энергии гравитационного поля Е максимально возможной величины. Иначе говоря, гравитационное поле не может пронизывать такую массу. Вся энергия гравитационного поля, входящая в массу, остается в массе. Минимальная масса, которую гравитационное поле не может пронизывать, называется критической массой. Для тела с массой равной критической массе сумма потенциальной энергии гравитационного поля, деформируемого массой, и термической энергии массы, полученной от гравитационного поля при его проникновении в данную массу, достигает максимально возможную величину, равную энергии гравитационного поля Е в данном пространстве. Инерционная кинемическая энергия массы в гравитационном поле. Допустим, имеется сферическое тело массой М и радиусом РМ, в однородном гравитационном поле с энергией Е, которая получила начальную кинетическую энергию ЕВ равно МВ0 квадрат на 2. Когда масса получает начальную кинетическую энергию ЕВ и начинает двигаться с начальной скоростью В0, то гравитационное поле деформируется дополнительно по направлению движения еще и кинетической энергией массы. Энергия гравитационного поля, который входит в тыльную часть и выходит из передней части движущей массы, увеличивается на величину равной половине начальной кинетической энергии ЕМ6. Ем штрих плюс 1 вторая ЕВ. Входит Е, и выходит Ем штрих плюс 1 вторая ЕВ. ЕВ — энергия гравитационной... Кинетическая энергия — масса, полученная от внешнего источника энергии. Энергия гравитационного поля, который входит в переднюю часть и выходит из тыльной части движущейся массы, уменьшается на величину равной половине начальной кинетической энергии. То есть Ем штрих минус 1 вторая ЕВ. Отмечаем Ем штрих — это энергия гравитационного поля на выходе из массы, когда масса не движется. Отмечаем через ЕПС потенциальная энергия гравитационного поля, деформированная массой и начальной кинетической энергии массы на тыльной стороне движущейся массы, на расстоянии РМ от центра массы. Вот здесь. ЕПС — потенциальная энергия гравитационного поля, деформированная массой и начальной кинетической энергии массы на передней стороне движущейся массы на расстоянии РМ от центра массы. Термическая энергия массы, полученная от гравитационного поля на расстоянии РМ от центра массы, то есть на поверхности массы, равна нулю, независимо от того, движется масса или покоится. Вычислим потенциальную энергию гравитационного поля на передней и тыльной сторонах движущейся массы на расстоянии РМ от центра массы. Потенциальная энергия гравитационного поля на расстоянии РМ от центра массы на передней поверхности движущейся массы равна падению энергии гравитационного поля при его прохождении сквозь массу до этой поверхности. То есть ЕПФ равно Е минус Ем штрих минус 1 вторая ЕВ. Потенциальная энергия гравитационного поля на расстоянии РМ у центра массы на тыльной поверхности движущейся массы равна падению энергии гравитационного поля при его прохождении сквозь массу до этой поверхности. То есть ЕПФ, ПС равно Е минус Ем штрих плюс 1 вторая ЕВ. Вот ЕПС, тыльный, вот вектор движения. ЕПС с тыльной стороны, ЕПС с передней стороны. ЕПС равно Е-ем штрих плюс 1,2 ЕВ. ЕПС равно Е-ем штрих минус 1,2 ЕВ. Потенциальная энергия гравитационного поля, деформированной массой и начальной кинетической энергии массы на тыльной поверхности движущейся массы больше, чем потенциальная энергия гравитационного поля, деформированной массой и начальной кинетической энергии массы на передней поверхности движущейся массы, то есть ЕПС больше ЕПС. В гравитационном поле масса, которая получила начальную кинетическую энергию, находится в вечном движении под действием разности потенциальных энергий на тыльной и передней сторонах движущейся массы. Энергия равной разности между потенциальной энергией гравитационного поля на расстоянии РМ от центра массы, на тыльной стороне движущейся массы и на передней стороне движущейся массы превращается в кинетическую энергию массы, полученную от гравитационного поля, и она названа инерционной энергией ЕИ гравитационного поля. ЕИ, вот эта энергия, которая равна разности между потенциальной энергией с тыльной стороны и потенциальной энергией с передней стороны движущейся массы. Масса, которая получила начальную кинетическую энергию, в дальнейшем движется гравитационным полем, Движение массы под действием инерционной энергии гравитационного поля называется движением по инерции Классификация тел в зависимости от их массы Тела в гравитационном поле с энергией Е в зависимости от их массы можно классифицировать следующим образом Тела со средней массой, тела с малой массой и тела с большой массой Если энергия гравитационного поля, которая выходит из массы тел, равна половине энергии гравитационного поля, которая входит в их массу То эти тела называются телами со средней массой Ее обозначим МЖ Если ЕМ' равно 1,2 Е, тогда М равно МЖ Для тел с малой массой, М меньше МЖ Энергия гравитационного поля, которая выходит из массы тела, больше, чем половина энергии гравитационного поля, которая входит в их массу Если М меньше МЖ, то есть для тел с малой массой, тогда ЕМ' больше 1,2 Е Для тел с большой массой, М больше МЖ, энергия гравитационного поля, которая выходит из их массы, меньше, чем половина энергии гравитационного поля, которая входит в их массу Если М больше МЖ, то есть для тел с большой массой, то ЕМ' меньше 1,2 Е Максимальная кинетическая энергия инерции массы в гравитационном поле Максимальная скорость движения массы по инерции в гравитационном поле Допустим, имеется сферическое тело массой М и радиусом РМ в однородном гравитационном поле с энергией Е, которая получила начальную кинетическую энергию ЕВ Если увеличить скорость этой массы, то потенциальная энергия гравитационного поля на тыльной поверхности движения массы увеличивается и стремится к энергии гравитационного поля Е ЕПС, который равно Е-ЕМ' плюс 1,2 ЕВ стремится к энергии гравитационного поля Е Потенциальная энергия гравитационного поля на передней поверхности движения массы уменьшается и стремится к нулю То есть ЕПС, который равно Е-ЕМ' минус 1,2 ЕВ стремится к нулю При определенной скорости потенциальная энергия гравитационного поля на передней или на тыльной поверхности движущейся массы доходит до одной из экстремальных величин Е на тыльной поверхности массы или ноль на передней поверхности массы. Скорость, при которой потенциальная энергия гравитационного поля на тыльной поверхности движущейся массы или на передней поверхности движущейся массы доходит до одной из экстремальных величин Е или ноль, называется максимальной скоростью движения по инерции для данной массы. В гравитационном поле масса не может двигаться по инерции со скоростью больше, чем максимальная скорость, которая соответствует данной массе. Вычислим максимальную скорость движения по инерции для тел со средней массой. m равно mg, а m' равно 1,2e. Если увеличить кинетическую энергию массы, то можно достичь такую скорость для данной массы, названной максимальной скоростью движения по инерции, для которой потенциальная энергия гравитационного поля на тыльной поверхности движущей массы равна энергии гравитационного поля e, максимально возможная величина, а потенциальная энергия гравитационного поля на передней поверхности движущей массы равна нулю, минимально возможная величина. Когда скорость движущей средней массы достигает максимальную скорость, то потенциальные энергии гравитационного поля на передней и тыльной поверхностях движущей массы достигают экстремальной величины одновременно. То есть EPS равно E, а EPF равно нулю одновременно. Из уравнений EI равно EPS минус EPF равно E мы получаем, что максимальная скорость движения средней массы по инерции равно корень квадратный из 2E разделённый на mG. Из уравнений EPS равно E минус EM3 плюс 1 вторая EV равно E мы получаем другая формула для максимальной скорости. Движение по инерции для средней массы, которое равняется 2 корень квадратный из EM' разделённый на mG. Из уравнений EPS равно E минус EM' минус 1 вторая EV равно нулю мы получаем третья формула для максимальной скорости движения по инерции для тел со средней массой, которая равна 2 корень квадратный из E минус EM' разделённый на mG. Вычислим максимальную скорость движения по инерции для тел с малой массой. m меньше MG, EM' больше 1 вторая EV. Если увеличить кинетическую энергию массы, то можно достичь такую скорость, для которой потенциальная энергия гравитационного поля на передней поверхности движущей массы достигает величину 0 до того, как потенциальная энергия гравитационного поля на тыльной поверхности движущейся массы достигнет энергию гравитационного поля Е. Скорость, при которой потенциальная энергия гравитационного поля на передней поверхности движущейся тела с малой массой равна нулю, называется максимальной скоростью движения массы по инерции для тел с малой массой. Из уравнения EPF равно E минус E'm штрих минус 1 вторая EV равно 0, мы получаем, что максимальная скорость движения по инерции для тел с малой массой равна 2 корень квадратный из E минус E'm штрих разделенный на m. Если уменьшить массу этого тела, то энергия гравитационного поля, который выходит из данной массы, увеличивается и стремится к энергии гравитационного поля E, то есть E'm штрих стремится к E. А падение энергии гравитационного поля при прохождении через такое тело стремится к 0. E минус E'm штрих стремится к 0. Из формулы видно, что если масса уменьшается и стремится к 0, то максимальная скорость, с которой может двигаться данная масса по инерции, увеличивается и стремится к постоянной величине, которая является C скорость света. Вычислим максимальную скорость движения по инерции для тел с большой массой. M больше Mg, E'm штрих меньше 1 вторая E. Если увеличить кинетическую энергию массы, то можно достичь такую скорость, при которой потенциальная энергия гравитационного поля на тыльной поверхности движущейся массы достигнет максимальную возможную величину энергии гравитационного поля E. Раньше, чем потенциальная энергия гравитационного поля на передней поверхности движущейся массы достигнет величину 0. Скорость, при которой потенциальная энергия гравитационного поля на тыльной поверхности движущегося тела с большой массой, достигает максимальную величину энергии гравитационного поля Е, называется максимальная скорость движения по инерции для тел с большой массой. Из уравнения ЕПС равно Е минус Ем штрих плюс 1 вторая ЕВ равно Е, мы получаем, что максимальная скорость движения по инерции для тел с большой массой равно 2 конь квадратный из Ем штрих разделенной на М. Если увеличить массу этого тела, то энергия гравитационного поля, который выходит из массы, уменьшается и стремится к нулю, Ем штрих стремится к нулю, а максимальная скорость движения этой массы по инерции также стремится к нулю. Когда масса тела достигает критическую массу, энергия гравитационного поля, который выходит из массы, достигает нулевую величину, то есть скорость для тел с массой равной критической, равна нулю. Избыточная скорость. Избыточная скорость, которая движется телом под действием силы в пространстве с гравитационным полем, прямо пропорциональной силе и обратно пропорциональной массе. Если сила, которая создала движение тела с избыточной скоростью равна нулю, то избыточная скорость также равна нулю, а его скорость движения становится равной максимальной скорости движения по инерции для данной массы. При этом тело будет продолжать двигаться по инерции с максимальной скоростью для его массы благодаря инерционной энергии гравитационного поля. Выводы. Гравитационное поле есть среда распространения электромагнитного поля. Гравитационное поле, проникая сквозь массу, отдает части своей энергии и массы. То есть масса является трансформатором энергии. Энергия гравитационного поля преобразуется в массе, в потенциальную энергию гравитационного поля, в массе, 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 в начальную кинетическую энергию в дальнейшем движется гравитационным полем с инерционной энергией равной начальной кинетической энергии массы. Движение массы под действием инерционной энергии гравитационного поля называется движением по инерции. По инерции масса не может двигаться со скоростью большей, чем максимальная скорость, соответствующая данной массе. Если масса уменьшается и стремится к нулю, то максимальная скорость движения по инерции для данной массы увеличивается и стремится к скорости света. Если масса увеличивается и стремится к критической массе, то максимальная скорость движения по инерции для данной массы уменьшается и стремится к нулю. Масса тела не зависит от скорости. От скорости зависит инерционная энергия гравитационного поля, с которой гравитационное поле движет массу после того, как масса получила начальную кинетическую энергию. Для скоростей, меньших максимальной скорости движения массы по инерции, инерционная энергия гравитационного поля для данной массы прямо пропорциональна квадрату скорости массы, то есть ЕИ равно ЕВ, который равно МВ квадрат на 2. Благодаря инерционной энергии гравитационного поля масса движется с ускорением прямо пропорциональной силы и обратно пропорциональной массы. Для данных скоростей действительный закон Ньютона. f равно mA. Для скоростей больших максимальной скорости движения массы по инерции, инерционная энергия гравитационного поля для данной массы является постоянной величиной, то есть ee равно mV максимум квадрат на 2, который равно e, который является постоянной величиной. Данная масса движется с избыточной скоростью прямо в пропорциональной силе и обратно в пропорциональной массе, без ускорения. Для данных скоростей действительный закон физики ZMV. f равно ZMV их часил. В пространстве без гравитационного поля скорость, в которой движется масса под действием силы прямо в пропорциональной силе и обратно в пропорциональной массе. В пространстве без гравитационного поля масса под действием постоянной силы движется с постоянной скоростью, без ускорения. Спасибо за внимание. Что же такое всемирно-гравитационное поле с физической точки зрения? Есть ли там агент какой-то? Не всемирное. Гравитационное поле, независимое от массы. Ну, откуда эфир? Это одно и то же, что эфир. Эфир – это конкретное тело. Гравитационное поле, я считаю, это энергетическое поле, которое появилось в результате первоначального взрыва. Взрыв – это не масса, а взрыв. Теперь одно направлено получается, по-вашему. Оно не то, что направлено, оно с центра массы направлено, но мы находимся в однородном гравитационном поле, потому что, как и на реке, мы движемся на лодке, а мы движемся вместе с рекой, и мы не чувствуем… И принцип его взаимодействия с телами такой же, как предусматривали Пабио, Лисаш, Ломоносов. Так получается? Наверное, так. Ну, тогда ясно. Я хочу сказать, что доктор очень хороший с точки зрения, что он раскрывает смысл усиливающего значения самой Вселенной. Я хочу сказать по поводу того вопроса, который вам все задавали. Кто создает первоначальную массу? Есть был такой академик-астрономия Амбарцумян, и он говорил, что все начальное развитие Вселенной идет из массы нейтрона, то есть нейтронная масса. И вот она и формирует вот это гравитационное поле общества. И при распаде этой гравитационной массы формируется все остальное. Но надо сказать, что, я прошу, мне больно два слова. Эта теория соответствует... Вопрос-то, да. Вопрос такой, что вы обращали внимание, что ваша теория чисто гравитационного назначения соответствует такому представлению, как спектр излучения равен спектру излучения. То есть спектр поглощения и спектр излучения, он тождество вашему поглощению гравитационного поля и излучения этого поля. Я не могу ответить на этот вопрос. Вопрос-то, излучение и поглощение как характеристика вещества, тождество вашей теории вот этой гравитационного... Ну, можно, но это не знаю. Гравитационный поля должен быть. Он правильно говорит, заключается, как вещество. Так, не ясно. Не могу ответить на этот вопрос. Облагодарить. Еще вопросы. Известно, что одна и та же сила, приложенная к движущемуся телу в направлении его скорости и, скажем, перпендикулярно вектору скорости, дают разные ускорения. С вашей точки зрения, это правильно или нет? И как это согласуется с постоянством массы и законом Ньютона? Ф равняется МА. Вот эта теория не противоречит никакой формулы движения массы под действием силы. Тоже так складываются силы, которые... Не сложение сил, а одна и та же сила, ни с чем не складываемая, дает разное ускорение для тела при приложении этой силы вдоль вектора скорости и поперек. Это так? Вы согласны с этим или нет? Я не понял, почему одна и та же сила, как... Я могу силу приложить вдоль вектора скорости тела, а могу приложить вверх. Правильно. Так они отдельно будут двигаться самостоятельно, не имея значения. То же самое, что... Ускорения будут одинаковыми или нет? Конечно, если сила одинаковая, ускорения будут одинаковыми. Это не так. Еще вопрос. Запутал. В какой форме вы используете закон Ньютона второй? Эйлеровской или фирменной Ньютоновской формы? Вот это... Который? Я учил, который Ньютоновская... Это истинная Ньютоновская ДМ по ДТ умноженная на В плюс ДВ по ДТ умноженная на... Ну там с импульсом. Динамическая форма. Нет, раскрытие скоба импульса приводит ДМ по ДТ. Скорость массы... Не признавайтесь. Не признавайтесь. Движется эта масса. Скорость изменения массы, и эта масса движется. А вы используете Эйлеровскую формулировку, против которой всю жизнь Анатолий Павлович возражал. Да, и вот эти будут... Так. Анатолий Павлович. Продолжение следует...